Всем привет! Продолжаем путешествовать по интересным местам. Сегодня мы во Флоренции. Отличный город. Здорово, я там погулял. Итак, фонтан Нептун. Фонтан в итальянском городе Флоренция. Расположен на площади Синьори перед Палаццо Вейки. Данное беру из Википедии. Вот то, что я нафотографировал, наснимал. Табличка у бассейна гласит о том, что на месте фонтана был повешен, а потом сожжен доминиканский священник Джерлама Саванарола вместе со своими друзьями Доминика Буэновичини и Сильвестра Маруффи. В 1559 году, когда в Флоренции сооружался новый кайдук для создания в городе первого водопровода, Казима I Медичи ввел конкурс на проектирование фонтана. Первым скульптором был избран Батчо Банденелли, но он умер в начале работы над фонтаном. Затем в 1560 году был планет скульптор Бартоломео Аманатти, который со своими помощниками Челлини Бенвенута, Винченцо Данти и Джованни Даболони окончил эту монументальную работу. Современники отмечали, что лицо Нептуна напоминает великого герцога Казима I. Ну вот я посмотрел на картину, сравнил, как смог. Что-то я тут особо не заметил какого-то сходства. Фигура Нептуна высотой 4,2 метра. Изготовлена из апуанского мрамора. Была завершена в 1565 году к свадьбе Франческо Медичи I с великой герцогиней Иоанной Австрийской. Флорентийцы не особенно были впечатлены этой статуей Нептуны и назвали ее Белый Великан. Работа над бассейном и другими элементами фонтана, в том числе и бронзой, потребовалось время. Это еще почти 10 лет постамент, на котором находится статуя, расположен в центре восьмиугольного бассейна. Он окрашен мифическим фигурой Сцилы Хорбиды. По углам бассейна находятся морские божества Феттида, Дорида, Киан, Нерей. Работа Джованни Даболони в стиле Мниеризма. Последняя работа над украшением грандиозного сооружения была завершена в декабре 1574 года. Статуя, находящаяся в настоящее время в фонтане, является копией, сделанной в 1800-х годах, когда оригинал был перенесен в Национальный музей. В 16-м веке использовалось как место для стирки одежды, а уже в 1592 году вокруг него были установлены защитные ограждения. Мемориальная доска, датированная 1720-м годом, запрещала загрязнять бассейн, мыть в нем чернилицы, каньи или другие вещи, а также бросать в него мусор. Ну вот по поводу глыбы мрамора интересные данные. Есть история, в которой говорится о ссоре между Бенвентута Челлини и Бача Банденейли. Оба хотели получить глыбу мрамора, которую по воле Козимо Первой Медичи специально привезли из Апуанских Хальп для реализации скульптуры фонтана. При поддержке великой герцогини Элеоноры жены Козимо мрамору достался Банденейли, который умер в 1560 году, и мрамор был передан для работы Портоломео Аманатти. Так вот, Челлини с привычным ему едким остроумием высказался по этому поводу. Бедный мрамор, не повезло ему, что он попал в руки Банденейли, но руки Аманатти оказались в сто раз хуже. А Микеланджело, чтобы выразить свою критику полученным результатом, сказал, о мой бедный Аманатти, какой кусок мрамора ты напрасно потратил. Ну, можно еще сказать, что несколько раз совершались акты вандализма в отношении фигуры Нептуна. Но в результате вот в прошлом году Нептун в прекрасном виде стоит во всей своей красе и собирает множество туристов. во Флоренции, в прекрасном городе, который я рекомендую, если кто-то не был, съездить. Все, всем пока, всем привет, сегодня мы посмотрели на фонтан Нептун, который находится во Флоренции. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова